Тамбовский дом Асеева Тут рассказовцы могут полюбоваться исторической жемчужиной пока только снаружи. Интернет-пользователь Галина 11 разместила на портале народную новость «Дворец вне зоны доступа». На фотографиях хорошо видны позолоченные лепнины, статуэтки и план так называемого будущего представительского центра. Такая новость вызвала огромную волну возмущения горожан. Главное, на что автор народной новости обращает внимание, что отреставрированные комнаты по плану хотят переделать в различные VIP-комнаты, залы и спальни. Большинство из комментаторов призывают писать письма в администрацию президента и требуют сохранить исторический памятник архитектуры в виде музея или других культурных целей. О том, что великолепные убранства комнат будут служить VIP-комнатами для VIP-персон, возмутили ни одного посетителя портала. Пользователь Андрей Эл приводит фотографии с митинга в городе Тамбове, когда жители области стали против организации ресторана в историческом дворце города Тамбова. Когда большая часть работ была почти завершена, Росразмещение выставило усадьбу на аукцион с целью сдать шикарный дворец в аренду под отдельный комплекс с рестораном. Тамбовчане с этим не согласились. В городе начались митинги и сборы подписей против такого поворота дел. Протест поддержал тогда еще губернатор Олег Бетин, а на федеральном уровне отстоять дворец помогли Владимир Мединский и Валентина Матвиенко. Рассказовцы тоже решили, что кроме подписи и обращений на сайт президента Российской Федерации, было бы неплохо выйти с протестом против размещения в Рассказовской жемчужине представительского центра. Многие возмущены тем, что доступ к памятнику архитектуры для обычных гостей и жителей города Рассказово будет закрыт. Чтобы подтвердить или опровергнуть приведенную информацию на портале, наша телекомпания обратилась к начальнику управления культуры Тамбовской области Юрию Николаевичу Голубеву. Он пояснил, что собственником объекта культурного наследия в городе Рассказово, усадьба фабриканта Осеева, является Российская Федерация. Сейчас находится в пользовании федеральной структуры, которой подчиняется Министерству культуры Российской Федерации. Разработан проект приспособления этого здания. Проект прошел государственную экспертизу, получил положительное заключение государственной экспертизы. Но вот сейчас мы знаем, что там возникают вопросы по поводу того, что происходит внутри здания. Мы остановили сейчас все работы внутри здания своим письмом, для того, чтобы пригласить сюда представителей пользователя, собственника этого учреждения. Со слов Юрия Николаевича на такой встрече удастся обсудить все проблемы и вопросы, которые задают жители и города Рассказово, и Тамбовской области. На вопрос о доступности посещения дворца обычными жителями начальник управления культуры области ответил однозначно. После того, как здание будет завершено, там все работы, то да, конечно, он будет открыт. Это, безусловно, это было одним из условий, которые мы ставили. Он должен быть доступен и открыт для жителей не только города Рассказово, но и всех жителей Российской Федерации гостей. Работы по приспособлению для современного использования объекта культурного наследия регионального значения усадьбы фабриканта Осеева временно приостановлены. Екатерина Студенова, Юрий Ценин, Алексей Горелкин. Новости ТВ Рассказово.